После того, как в Одесской области сформировались 92 объединенные территориальные громады, следующий вопрос на повестке дня – укрупнение районов. В прошлогодней редакции оптимизации районного распределения их было четыре с центрами в Одессе, Измаиле, Белгороде, Днестровском и Подольске. Региональная власть предлагает добавить еще один район на юге – Арциски. Он должен присоединить к себе Тарутинский, Татарбунарский и Саратский. Удобнее это будет, если на юге будет еще третий район, который будет находиться в городе Арцисе, который равноудаленно расположен от города Тарутина, от поселка Тарутина, от Сараты, от Татарбунара. И в котором очень удобно с инфраструктурной, географической точки зрения расположить все эти структуры. Согласно варианту, который рассматривают в Киеве, Арциский район вместе с Тарутинским отойдут к Болградскому. За такой вариант выступают не только в самом Болграде, но и за пределами нашей страны. Это нагнетание ситуации в любом случае уже идет. Оно началось еще с формирования ОТГ в Болградском районе. Сегодня, с учетом тех договоренностей, которые есть между определенными лицами, в том числе и со стороны Болгарии, пытаются придавливать создание Болградского района. Мы, как бы, противники этого. Наше население Тарутинского района, Арциского, они в основном тоже очень много болгар. И они не видят смысла в создании Болгарского района. Важно, чтобы было население удобно, безопасно и комфортно себя чувствовать на своей территории. Процедура образования новых районов, в отличие от создания объединенных громад, не предусматривает общественных обсуждений. Поэтому жители области смогут уже постфактум выразить свое недовольство. А вот на вопрос о полномочиях окружных советов ответа не знают даже те, кто инициировал реформу. Обсуждается, что эти районы, о которых мы с вами сейчас говорим, будут созданы на 1-2 года для того, чтобы координировать деятельность ОТГ. А потом, это как такой проект пилотный, а потом они будут тоже ликвидированы, когда громады будут самостоятельно иметь возможность уже двигаться без чьей-либо помощи. Но на самом деле большая проблема, кадров в громадах нет, полномочий передали достаточно много, и на сегодняшний день помощь однозначно нужна будет. Но в моменте, когда мы не понимаем, какие будут наделены полномочия, я пока на сегодняшний день вообще не представляю себе, что это за такой районный совет и что он будет делать. Пока среди народных избранников есть понимание, что 20 с лишним районов в области быть не должно. Сегодня райадминистрация – это огромный раздутый аппарат с очень невысоким КПД. Главное, чтобы при реформировании все эти неэффективные функции не перекочевали в новосозданные окружные советы. В каком виде будут существовать районные власти? Будет ли это окружная префектура? Будут ли это районные советы в составе депутатов и избираемого главы районного совета? Как будет формироваться доходная база? Будет ли вообще понятие районного бюджета? На эти вопросы пока что ответов нет. Новую карту Одесской области готовы представить на всеобщее обозрение уже в середине июня. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».